Дай почитать. Дебросовестно, даже с неким интересом, но не трогает это меня никак. Что поделать? Поклонник я главного метастиля нашей великой русской литературы, реализма 19 века, многонациональной советской литературы 20 века и нового реализма 21 века. Перед нами в книгах Дашкевича чистой воды массовое чтиво, но знать мне как филологу и это надо. На сегодня книг из этой серии вышло четыре. Див в тайной канцелярии, граф Аверин Колдун, императорский див, демон из пустоши. Действие происходит в альтернативной Российской империи в 1982 году. В революции 1917 года победили белые, царская семья осталась на троне, а столица теперь, какая неожиданность, находится в Омске. Петербург, далекая провинция, где живут только упорные консервативные дворяне. Главный герой Гермес Аркадьевич Аверин, частный сыщик и колдун, как мы уже сказали. Его сфера – магические преступления. Ему приходится одному ловить демонов и выслеживать колдунов. Все в жизни графа Аверина изменится, когда он на Петроградской набережной постречается с демоническим котом Кузей. В этом мире, кроме колдунов и чародеев, есть еще дивы. Они появляются из пустоши. Люди-колдуны научились их подчинять и использовать в своих целях. Слабость дивов – запах человеческой крови. И шутки, что див Кузя может сожрать своего хозяина, недалеки от истины. Может, а потом получить всю его память. И чем выше див, тем больше человеческих обличий он может принимать. Все начинается с заказа графини Синицыной – разыскать пропавшего 13-летнего сына-садиста-таксидермиста. И такое начинается. И, кстати, до сих пор не заканчивается, потому что следует продолжение этого сериала. Кстати, никто не знает, а кто такой на самом деле Виктор Дашкевич. Нет ни его фотографий. Никто не знает, мужчина это или женщина. А его интересы в издательстве «Эксмо» представляет посредник. Вот еще одна загадка. Посмотрим, что будет дальше. 16+. Дай почитать.